Приветствую вас, дорогие мои друзья! С вами опять Татьяна Шаманова. Сегодня у нас довольно любопытный и интересный вопрос. Как поднять бизнес? Попробуем узнать с помощью короткого экспресс-гадания. Точнее, ответить на этот животрепещущий вопрос. Интересующий, думаю, всех, кто занимается бизнесом. Итак, друзья мои, выбирайте свой вариант, свою циферку, и мы начнём. Так, кто не успеет, сделайте, пожалуйста, паузу, а я, пожалуй, начну. Итак, как поднять бизнес? Так, кто не успеет. Так, друзья мои, что нам говорят, шепчут карты Таро? Ну, во-первых, ситуация в бизнесе действительно, ну, скажем так, не очень хорошая. Ощущается недостаток финансовых средств, ощущается недостаток прибыли, точнее, маленькие продажи, маленькая прибыль. То есть, действительно, бизнес требует каких-то килодвижений по реанимации этого бизнеса, или что-то нужно будет с ним делать, чтобы вот эту ситуацию как-то ликвидировать. Что же нам советуют карты? Советуют карты принести что-то новое. Вот мне нравится, что здесь не выпала карта, говорящих о том, что просто надо его закрыть. Нет. Есть надежда на поднятие бизнеса, но для этого нужно привнести что-то новое, какое-то внести новое зерно, что-то... Может быть, использовать новые какие-то технологии, может быть, обновить услуги, чем вы занимаетесь как-то, и сделать их более интересными, чтобы на них клевали покупатели. Что-то должно быть... Как вроде бы, понимаете, ваш бизнес должен переродиться совершенно в другой образ, как, знаете, вот как ребёнка, видим мы крещение ребёнка. Вот то же самое и здесь, что вы его должны в полном смысле слова провести по нему крещение. Подумайте, может быть, действительно стоит отказаться от каких-то старых методов, старых способов, какая-то зашоренность у вас возможна. Это, кстати, бывает, когда долго занимаешься бизнесом, зашоренность только так наступает. Привычка дела, ой-ой-ой, как привяжется, не отвяжется. Нужно обязательно выходить в люди, понимаете. Выходить в люди, может быть, даже стоит вам кого-то привлечь к себе. Да, это будет сложно сделать. Может быть, знаете, каких-то привлечь, скажем так, советников-несоветников. Вот, ну, хотя и это тоже не исключено. Соратников, что ли. Да, соратников, единомышленников. Какую-то такую команду сформировать. Вот пока у вас её, похоже, нет, этой команды. Ну, вот, варитесь вы в своём котле, а нужно вот объединить какую-то группу, которая, самое главное, занимает позиции у вас в вашей фирме, и объединить этих людей, чтобы они стали тоже генерировать какие-то идеи. Как-то вовлечены были в процесс этот. А они, похоже, уже намылили лыжи. То есть, как говорится, вот, только ждут сигнала и побегут. Может такое случиться. То есть, эту ситуацию нужно как-то обновить. Обновить ситуацию и, может быть, даже, знаете, что? О, пересмотрите вашу бизнес-модель. Да, бизнес-модель. Возможно, даже дело не в том, что вам средств не хватает, оборотных средств для раскрутки бизнеса. Вот, а может даже в том, что ваша бизнес-модель устарела. Новое веяние в настоящее время уже вовсю наступает, и очень большая конкуренция. И поэтому, как говорится, тут гляди в оба. Нужно на ходу всё менять. Подстраиваться под это. Поэтому ваша бизнес-модель, ваша картина видения вашего бизнеса, она у вас, ну, скажем так, не устарела чересчур. Но она начала уже давать сбои. И вам нужно обязательно перерисовать. Перерисовать. Поменять, может быть, стратегию, тактику. Но шанс у вас есть. Если вы вот это всё сделаете, шанс у вас есть. Туз-чаш, он, как говорится, даёт вам карт-бланш. Да, шанс он вам даёт. А остальное уже зависит от вас. Вот такой вариант получился у нас первый. Удачи вам, удачи. Я же иду дальше. Второй вариант. Кто выбрал циферку 2? Посмотрим, что у вас. Можно ли поднять ваш бизнес? Если можно, то как? Так, что я вам скажу, друзья. Друзья мои, что я вам скажу. Вот такое ощущение, что как вроде бы вы уже отказались. Точнее, готовы отказаться от своего бизнеса. Закрыть его и вообще перестать им заниматься. Такая усталость уже у вас наблюдается. Можно сказать даже, ну не то чтобы апатия, но неудовлетворение. Неудовлетворение. И ещё, вы настолько сейчас погружены в свои мысли. Вот эти, в свои мысли что делать? Что возможно даже не видите, какие предложения, какие шансы у вас открываются со стороны. Понимаете, в чём дело? Ну, своего рода зашворенность. Отшельник. Отшельник, он много думает, много думает. А может стоит даже расслабиться, понимаете? Отдохнуть, остановиться. Как встряхнуться. Какую-то шоковую терапию, что ли, себе провести. И может это даже шоковая терапия не обязательно в бизнесе. Может где-то в какое-то увлечение у вас, какой-то драйв получить, понимаете? И у вас может, как говорится, открыться окошечко, и вы тогда по-новому сможете взглянуть на свой бизнес. Да. Вполне возможно, что ваша ситуация создалась ещё по причине того, что что-то пошло не так. Пошло не так, и вы к этому были совсем не готовы. А когда человек не готов, он не знает, какие меры предпринимать и какие шаги дальше делать. Понимаете, в чём дело? И вот это вас несколько сгубило, что ли. Это создало как раз ту ситуацию, что возник вопрос, как поднять бизнес. Неготовность, неготовность к этой ситуации. Ну, воспрять вам надо, понимаете? Расслабиться надо обязательно. Гульнуть, я не знаю, съездить куда-то отдохнуть. Конечно, смотрите, чтобы у вас там, как говорится, последние остатки бизнеса, не это самое, не растерялись. Но, тем не менее, дать какое-то расслабление. А уж потом. Перспектива, друзья, у вас есть. Есть возможность поднять. Но вам для этого нужна энергетика, напор, уверенность в себе и инструмент в руках. Понимаете, мощный инструмент в руках, который вам позволит всё поменять и подняться. Подняться на ноги, причём на тот уровень, какой вам нужен. Вам нужна, друзья мои, энергетика. Энергия сильная такая. Вот, как вот, знаете, нарисовано на этом, что любую дверь вы сможете пробить. Только так. Другого выхода у вас нет. Но главное, шанс есть. Главное, есть шанс, друзья мои. Сильно не впадайте в прострацию. Не впадайте в уныние. Не отказывайся от чего-то. Отдохните, а потом с новой силой. И вперёд. Удачи вам, друзья. Удачи. На этом я заканчиваю. И приступаю к следующему варианту. Приготовьтесь, у кого третий вариант. Итак, как поднять бизнес? Как поднять бизнес? Что нужно сделать? И стоит ли его поднимать? Вот такие вопросы у нас сейчас стоят. Ну что, да, проблемы есть. Проблемы есть, друзья мои, как карты показывают. Карты также говорят, чтобы вам были предприняты просто титанические усилия, чтобы подняться, увеличить прибыль, увеличить число покупателей, продажи увеличить. То есть вы не сидите на месте. Вы делаете постоянно что-то делаете. Как говорится, крутитесь, как белка в колесе. Да. И в общем-то не зря, друзья мои. Это вы правильно делаете. Может, даже, знаете, ваша причина вот такого положения, она скорее в появлении какого-то конкурента. Конкурента сильного, очень сильного конкурента. Знаете еще, что почему-то идет такая информация, что, возможно, за вашей фирмой, за вашим бизнесом очень плотно наблюдают. И не исключено, что кто-то сливает информацию конкурентам. Да, может такое быть. Может такое быть. Поэтому посмотрите, есть ли такая возможность у ваших работников. Кто-то к вам нелояльно относится. Кто против вас настроен. Но такое ощущение, что ваши проблемы ими в каких-то конкурентах. В сильных конкурентах. Но в любом случае, у вас очень хороший есть шанс. Вам ни в коем случае не нужно сдаваться. Вам, во-первых, нужно выяснить. Вот то, что я сказала. Выяснить, насколько ваша фирма и информация, самая главная информация, защищена у вас. защищена от использования ее вашими конкурентами. Вот как-то так, друзья мои. Но перспективы у вас есть. Очень хорошая перспектива, я бы так сказала даже. Более того, может наметиться даже расширение вашего бизнеса. Предпосылки появятся к расширению. Возможно, даже, знаете, к вам зайдет какой-то новый партнер. И на пару вы уже, совершенно у вас будет другая картина. Вот. Может, у вас появится какой-то консультант. Ну, он не обычный консультант будет. Он, скорее всего, будет как консультант-коуч, что ли. А хотя и, может быть, и просто консультант, который будет указывать вам на ваши слабые, вернее, на слабые места в вашем бизнесе. Но дело в информации, понимаете. Ваши проблемы, ваши проблемы, почему-то вот у меня четко идет картинка именно в конкуренции. В конкуренции, друзья мои. Кто-то вам вредит, кто-то вам вредит. И этот кто-то, вам нужно найти его. Не помешает также, знаете, возможно, вот еще что. Что вы как бы нарисовали себе одну жесткую структуру вашего бизнеса, да? Как сейчас говорят, бизнес-модель, да? И четко придерживайтесь ей. Вот, возможно, даже, знаете, вам надо еще раз вернуться к своей бизнес-модели. Не сказать, чтобы ее менять, а вот, скорее всего, найти в этой бизнес-модели узкие места. И что-то добавить. Вот это было бы очень хорошо. Добавить еще какие-то нюансы. Уж не знаю, в какой позиции добавить. Там уже надо смотреть конкретно по каждому бизнесу индивидуально. Но это будет вам большой плюс. Большой плюс. Вот такую картину я увидела, друзья мои. Но шанс есть. Удачи вам, дорогие мои, удачи. Как говорится, пусть у вас все получится. А я иду дальше. Четвертый вариант. Кто выбрал четвертый вариант? Итак, как поднять бизнес? Стоит ли его поднимать? Стоит ли его реанимировать? Стоит ли его. Знаем. То есть. Так, ситуация ахвая у вас на данный момент, как карты говорят. Что-то вы совсем руки опустили. Совсем руки опустили. Ничего не хочется. И, знаете, разуверились вы. Вы разуверились, скорее всего, может, даже в себе, что вы сможете это сделать. Или разуверились в перспективности этого бизнеса, тоже не исключено. И более того, вы не видите, как говорится, никаких способов, как можно исправить ситуацию. Абсолютно. Да, вы предприняли всё, что могли, но, похоже, не получилось у вас это. И всё. Вы встали в тупик, понимаете, в тупик. Вы не знаете, что делать дальше. Хотя, хотя, друзья мои, ситуация хоть и выглядит, не ахти какая, да, но шансы у вас есть. Тут я бы так выразилась. Вам не хватает новой крови. Ну, не в буквальном смысле, конечно, новой крови. Вот как-то, знаете, вот посмотрите на вот этого мага, да. Вот вы должны стать вот таким магом. Может, действительно, даже какие-то провести магические ритуалы, если вы признаёте, конечно, такую сферу деятельности, такую помощь. Или найти специалиста, который вам поможет направить ваш бизнес на рост, на поднятие, понимаете. Либо вот стать самим таким. Вот как-то, знаете, воспрянуть, что ли. Вот уйти вот из такого состояния. Оглядеться вокруг. Посмотреть, что у вас есть. Как говорится, что в голове, что в руках, что у вас под ногами лежит. Но у вас большой шанс, большой шанс, друзья мои. Посмотреть, кстати, на подобные, такие же бизнесы у ваших конкурентов. Что-то может у них селямзить, извините за выражение. Вот, какие-то новиночки, какие-то фишечки. Посмотреть, почему они процветают. И перенять вот этот опыт. Может, даже, знаете, заслать туда своего человечка. Чтобы он подсмотрел и доложил вам, понимаете. То есть, этот метод тоже вполне возможен. И я думаю, после этого, если вы действительно вот войдете вот в такое состояние, да. Если вы как бы переродитесь. Всё-таки четвёрка, вот ваше состояние четвёрка, чаш. И, извините, состояние мага. Ну, это вообще две разные вещи. Вот. И в скором времени вы можете увидеть абсолютно много возможностей для вашего роста, для расширения. Не то, что для поднятия даже, а для расширения. Может, даже и вообще второй бизнес откроете. Не исключено и так. Но только в том случае, что если вы вот уйдёте вот из такой непрухи, что ли. Из такого опущенного просто, вот запущенного-запущенного состояния. Иначе всё грохнется. Иначе, как говорится. Если вы и дальше будете, то в скором времени вы уже не встанете с этого кресла. Так что подумайте. Подумайте, подумайте. Есть, конечно, ещё такой вариант. Если вы, как говорится, не сможете себя поднять, не сможете, не сможете поверить, что можно что-то изменить в вашем бизнесе, тогда закрывайте его, к чёртовой бабушке, закрывайте. И начинайте новый бизнес. Абсолютно новый. Может, новое направление. Может, ещё что-то. Тут уже, как говорится, вам смотреть. Но абсолютно с чистого листа, с новой энергией, с новыми планами, целями, с новым подходом. Обязательно с новым подходом. Вот как-то так, друзья мои. Так что дерзайте. Успехов вам. Успехов. Спасибо вам за внимание всем. Удачи всем. И до новых встреч на моём канале. Спасибо.